Ну что, приступаем к пирожкам. Всем привет! Тесто вчера сделала. Тесто кефирное. Вот такое оно прекрасное. Пакетик пока не выбрасываем, он нам пригодится. Здесь у меня начинка. Рис, яйцо, специи. Чтобы не липло к рукам, вот ваше здоровье. Маслечко. К рукам-то не липнет, а вот к доске. Ну ничего, сейчас, сейчас мы... Оно такое эластичное. Боже, какое прекрасное тесто. Какое ты хорошенькое. Вообще, знаете, с тестом надо работать с любовью. Так. Но поскольку я его, в принципе, хорошо вчера вымесила, сейчас мы будем формировать сами пирожки. Делаем такую колбасятинку. Ну и отрезаем. Собственно говоря, тоже здесь ничего сложного нету. Но, если честно сказать... Что ж, вы упали, что ли? Сейчас. Давайте, пониже вас поставила. Так. Вообще, пирожки... Пирожки... Такая вещь... Я последний раз их делала... О нет, там не пирожки были. Ну, значит, получается только в Египте, когда играла в домохозяйку. Да? Скиньте. Как давно это было? Скиньте, небольшие у меня будут. Ну, ладно, если что, я эти кругляшки еще надвое разделю. Почему я решила играть в домохозяйку? Да даже я не планировала в нее, честно говоря, играть. Я когда приехала, у меня была договоренность с владельцем одной компании недвижимости, в которой мы с подругой покупали квартиру. Была договоренность, что я приеду и буду работать. Я, кстати, покрасилась, но у меня еще на голове такое. Хе-хе-хе-хе. Вот. Зарыд в амбаре пулемет. Чтобы виднее было... Подъеду к вам. Так ракурс странный, но тем не менее. О чем я? О чем же я? А, ну вот. И я пришла к нему на собеседование. Мы списывались. И он сказал, да, конечно. Приходи, работай. Русскоговорящие нужны. Сказала, блин, ну окей, классно. Если русскоговорящие нужны, поеду работать. Но работа была немножко странная. Чем она была немножко странная? Во-первых, никто не давал информацию... Никто не давал информацию по объектам, которые есть в наличии. Сначала я не знала, почему. Потом оказалось, потому что при продаже объекта есть еще комиссия. И эту комиссию хотели себе иметь египтяне. Ну, сотрудники египтяне. Плюс, ну не знаю, опять же, не гласно это было. Гласно. Но информацию в свободном доступе о том, что в наличии, что не в наличии, не было. И они ее не давали. То есть, если ты начинала общаться с клиентом, он такой, типа, что у вас есть? А ты такой, ну блин. А черт его знает, что у нас есть. Что-то, наверное, есть. Вот там было на сайте пару предложений, которые давно уже не актуальны. Они просто висели для привлечения людей. Но вот самой свежей информации ее не было. Короче, так проработала я, продавая не знаю что. Основная идея была приходить на работу. Сидеть на этой работе. Улыбаться. Соответственно, переписываться с русскоговорящими по почте. Принимать их. Ну, если кто-то приходил в офис. И все. То есть, продавать, фактически, было нечего. Потому что ты не знал, что тебе продавать. Проработала я месяц. Повторюсь. Но поскольку у меня были уже отношения с моим бывшим мужем, я знала, что он сможет меня содержать, я послала Иси к чертям собачьим. И благополучно стала домохозяйкой. Блин, какие-то длинненькие получаются. Наверное, надо все-таки поменьше. Давайте еще напополам. В принципе, муж мой был рад. Потому что я думала, если стала домохозяйкой. И вот тогда-то я лепила пирожки. Пирожки. Их обычно называют иностранцы. Плов, супы. Короче, я чего только не делала. И поскольку муж иностранец, он всегда с таким, знаете... Мне все время кажется, что здесь шерсть. Хотя ничего нет. Мне все время... Я все время пыталась его чем-то удивить. Он, конечно, удивлялся. Но, честно говоря, он не все ел. Например, борщ он сказал, что нет. Чтобы это ни было, я это есть не буду. Ну, как бы не будешь и не будешь. Мне же достанется больше. Вот, пожалуй, тогда я и готовила пирожки. Тогда у меня была духовка. Сейчас там будем сами жареное делать. Тогда была духовка. Я в духовке делала пирожки. Ну, пирожки ему понравились. Пирожки, булочки... Ну, короче... Наши руки не для скуки. Баклажаны... Рулетики с баклажанами нравились. Ну, короче, блин... Вы же понимаете... Женщина становится, когда домохозяйкой... А еще, скажем... Прямо интернет это не было. Но интернет был... Это был 2007 год... 2006... Так, начинки побольше, чтобы лезло. 2006 год... Да, 2006 год... Интернет был, только появилась Аська. Соцсети еще не было. Инстаграма не было. Фейсбука не было. Был... Сайт, форум... Несколько их было. Там... Общались девушки, которые живут в Египте. Которые... Ну, в тот момент жили в Египте. И... Ну, все, кто, в общем-то, как-то хотел жить... Не знаю... Имел какие-то отношения. Ну, в общем, такой... Девчачий форум в основном. И интернета не было дома. То есть, не было Wi-Fi. Телефонов не было... Были... Кнопочные. Но уже, по-моему, был с фотоаппаратом телефон. Я не ошибаюсь. Но, в общем, было как-то не так весело, как сегодня. Вот, смотрите, какой... Пирожочек. Пирожочки похожи. Но, в принципе, знаете, в советское время... Кстати, надо накрыть пленочкой, чтобы она не заветривалась. Такие пирожки продавали жареные на улицах. Я маленькая когда была. Я почему-то помню, что у нас в парке. Рядом с домом. Мы ходили, там был парк. И вот там продавали такие пирожки. Но не каждый день. А были какие-то праздники, выборы. Опять же, на выборах. Обычно пирожками кормили на выборах. И вот там такие прям тоненькие они были. Вот, похоже, у меня сегодня ностальгирующие пирожки. Да-да, будем жарить. Тесто, я уже сказала, на кефире. Кефир, мука, сода, сахар, соль, растительное масло. И все. Ну, эластичное такое, хорошее тесто. Ночью она у меня, правда, постояла. Я решила, что я буду по утру лепить. Ну, получилось по московскому утру. Вот так я была домохозяйкой. Как все это прекратилось? Шшш, не вздумай! На стол не вздумай! Очень просто это прекратилось. Я поняла, что мне скучно. Но опять же, повторюсь, мне было скучно, потому что не было интернета. Интернет, надо было ходить в интернет-кафе, платить деньги. В общем, короче, такое. То еще удовольствие. Интернет был только проводной. Вот. И я начала искать работу. И пока я начинала искать, муж, естественно, нервничал. Мужу гораздо лучше, когда ты сидишь дома и, в принципе, во-первых, зависишь от него финансово. Это мне, кстати, тоже не очень нравилось. Потому что просить деньги я терпеть не могла. Знаете ли, всегда хочется что-то купить. Нет, деньги он как бы оставлял, давал. У меня к нему претензий в этом плане нет. Но я не парилась, там платила и за коммуналку, ну не за коммуналку, а за квартиру мы снимали квартиру. Но, тем не менее, за коммуналку он платил, когда у меня своя была квартира. Ну, в общем, в итоге я стала искать работу. И в этот же момент мне предложили работу в Москве. Ну и как-то так сложились обстоятельства, что я решила ехать. Ехать в Москву. Вариант был хороший, думаю, поработаю. И через годик вернусь. Либо муж приедет. Но, как говорится, наши планы одни. А то, что происходит, оно другое. Я когда приехала, у меня заболела мама. Ну и потянулось. Одно, второе, третье. С мужем начались проблемы. Первые проблемы. Длительные отношения с разрывами, с ходами. Так, все, кто-то из котов пошел это. Испортить звуковыми эффектами. Вот такие пирожки. Они увеличатся. Это будем жарить. Ой, блин, я уже на 12 минут наболтала, слушайте. Все, заканчиваю болтать, уже покажу тогда результат. Вот уж это. Время-то эфирное. Все, вот так вот леплю. Я думаю, что будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать штук. Чертова дюжина. Все, не переключайтесь. Так, лазит по три. Смотрите, прям надуваться станет. Угу. Д��. Угу. Угу. Дон simplify.